Приветствую всех подписчиков и гостей канала. Как и обещал в предыдущем видео, в этом ролике пойдет рассказ о матчах прошедших вчера на чемпионате Европы по волейболу среди женщин. Также сделаю анонс всех сегодняшних матчей на европейском первенстве. Безусловно жаль, что наши волейболистки так и не смогли подобрать ключи к бельгийкам в третьей партии, которую так прекрасно начали поведя 4-0. Но после провала в игре и счете 6-9, уже не смогли собраться и проиграли со счетом 13-25. А ведь до этого были два выигранных сета со счетом 31-29 и 25-21. Но тренерское искусство подвело вчера Серджа Бузата, и этот матч он точно не занесет себе в актив. Непонятные тайм-ауты, резкие смены составов на площадке, несвоевременные замены лидеров, все это сказалось на игре отрицательным образом. К тому же, как всегда, страдала Ахиллесова пита россиянок, это удовлетворительный прием, не забожила в матче Арина Федоровцева, хотя были серии из нескольких подряд эйсов. Ну и тайбрейк, до которого довели игру наши девушки, также не задался с самого начала, а обидное поражение довершили несколько глупых ошибок Смирновой на приеме в самой концовке драматичного матча. Посыпать соль на рану, безусловно, не следует. Но звоночек, прозвучавший во втором сете при игре с француженками, тренерским штабом услышан толком не был. Разумеется, любой, кто хоть немного разбирается в волейболе, понимает, как неравны силы в очередном матче сборной России, который пройдет 25 августа в 20.30 по Москве со сборной Сербии. Тем более, учитывая домашнее выступление сербок на турнире. Поэтому пока трагедии делать не стоит, а в матче с фаворитками европейского первенства надо сыграть зло и остро, собрав волю в кулак. За поражение действующим чемпионкам Европы никто сильно ругать не будет, только надо сражаться и еще раз сражаться за место под солнцем на этом европейском первенстве. И посмотреть, где еще имеются резервы для усиления игры. Надеемся на профессионализм итальянского наставника. В другом матче группы француженки немного помогли россиянкам одолев в трех партиях волейболисток Боснии и герцеговины, с которыми мы будем завершать групповой этап 26 августа в 18.00 по Москве. Вот как выглядит турнирная таблица в нашей группе после трех проведенных туров. Первое место сербок вообще не оспаривается, у них 9 очков. У наших 7 очков, бельгийки набрали на 2 очка меньше. По 3 очка у француженок и волейболисток Боснии и герцеговины. Не имеют очков волейболистки Азербайджана. Сегодня в нашей группе пройдут два матча. В 18.00 сыграют волейболистки Боснии и герцеговины и Бельгии. Ну а в 20.30 мы увидим в деле чемпионок Европы сербок в матче со сборной Азербайджана. Теперь переходим к группе Б. Вчера гречанки уступили чешкам 0-3. Полячки со счетом 3-0 переиграли испанок. Вот как выглядит турнирная ситуация в этой группе. Безусловный лидер сборная Польши, у нее 12 очков после четырех встреч. Волейболистки Болгарии набрали 7 очков, но после трех матчей. 6 очков у сборной Чехии после четырех встреч. У немок после трех матчей 5 очков. Замыкают турнирную таблицу испанки и гречанки, набравшие после четырех матчей 2 и 1 очко соответственно. Сегодня в группе Б также пройдут два матча. Германия и Греция сыграют в 17.30 по Москве. Болгария и Чехия проведут свой матч в 20.30. Теперь переходим к группе Ц. Вчера в ней состоялись два матча. Итальянки победили словачек 3-1. Швейцария уступила волейболисткам Беларуси 0-3. В этой группе все команды сыграли по три матча. Лидерство захватили две сборные. Это Хорватия и Италия, у которых по 9 набранных очков из 9 возможных. Волейболистки Венгрии и Беларуси занимают третье и четвертое места, набрав 4 и 3 очка соответственно. Два очка у швейцарок, Словакия очков не имеет. В группе Ц сегодня венгерки в 18.00 сыграют с хорватками. Швейцария и Словакия встретятся в 21.00 по Москве. Ну и в группе Д также вчера прошли две встречи. С одинаковым счетом 3-0 Украина победила Швецию, а Турция – Финляндию. В этой группе стопроцентный результат после четырех встреч у турчанок – 12 набранных очков. Также стопроцентный результат, но после трех проведенных матчей у голландок – у них 9 очков. На третьем месте украинки с шестью очками после четырех встреч. На очко от них отстают шведки, также сыгравшие четыре матча. У финок одно очко после четырех встреч, Румыния очков не имеет. Нидерланды и Турция матчем в 17.30 определят лидера в группе Д, в другом матче Румыния сыграет в 20.30 с Финляндией. Ну а я на этом с вами прощаюсь, всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.